И с комментарием по ситуации со сменой транспортных средств выступит генеральный директор ООО «Астория» Микаэл Джабраилов. Давайте в первую очередь о ценах. Люди жалуются о том, что повысили практически вдвое, то есть они называют сумму 45 рублей. И вот как вы прокомментируете, сколько это соответствует действительности? Информация не соответствует действительности, это дезинформация. Проезд по маршруту, о котором мы сейчас говорим, о 188 маршруте, проезд остался прежним 28 рублей. Это с города до поселков. Есть некоторое противостояние на месте, потому что долгое время на данном маршруте работали местные ребята на своих собственных машинах. Но учитывая изменения в федеральном законе и требования всех инстанций, необходимо было, во-первых, улучшить, обновить транспорт. Во-вторых, там есть масса еще иных требований, до которых мы еще дойдем. Мы потихоньку это делаем. Мы поставили транспортные средства более нового поколения, которые соответствуют ГОСТу и требованиям пассажироперевозок. То есть, уверенно, можно сказать, что вы будете следить за ценой и не позволите того, чтобы... Однозначно. Я сегодня был на месте, мы обсуждали, я уверил жителей поселка, что цена подниматься не будет. Вообще, сама по себе это очень трудоемкая процедура подняться. Огромное количество организаций нужно пройти, это не просто делается. Ну и я сейчас причин для этого не вижу. Ну и еще хотелось бы поговорить именно о водителе, вот они боятся остаться без работы, и еще говорят о том, что им предлагают невыгодные условия. Я согласен, что им, наверное, какое-то неудобство, все новое нас всегда настораживает. Дело в том, что раньше они были доверены сами себе, могли выйти на линию, тогда, когда они посчитают. Могли сегодня выйти, завтра не выйти. Могли пойти домой, пообедать, покушать, поспать, потом выйти в час пик. Сейчас этого сделать не получится, но мы им предоставляем возможность. У них есть право выбора, никто их силком не тащит. Эти люди не уволены. Мы все-таки надеемся, что они выберут один из предложенных вариантов, а им несколько вариантов было предложено. Есть другие маршруты у нас. У компании «Астория» огромное количество маршрутов. То есть это не единственный маршрут, на который мы имеем разрешение на перевозку. Это не единственный маршрут. Это требование. Может быть, нам бы и было бы удобно оставить все в таком положении, в котором было. Но, к сожалению, и водители, ребята хотели обновить свой собственный транспорт. Но есть требования. Согласно этим требованиям мы должны очень многое изменить. Мы очень постараемся, чтобы жильцы не были разочарованы, пассажиры, чтобы не были разочарованы. Мы постараемся сделать все, чтобы подобных недовольств и люди, которые пытаются спровоцировать какую-то дезинформацию, чтобы этого больше не происходило. На протяжении долгого времени согласовывали продление маршрута для удобства жильцов. Согласовывали его с управлением транспорта города Махачкалы. Мы регулярно держим связь.